Пока опытные приморские самбисты достигают очередных успехов на чемпионатах в западной части страны, новички в этом виде спорта пытаются раскрыть себя здесь, во Владивостоке. Первым серьезным испытанием в этом году для юных бойцов стало первенство края по самбо, на которое вышло порядка 170 спортсменов в возрасте от 12 до 16 лет. Данные соревнования являются отборочными. Формируем команду приморского края по этим возрастам для участия в первенстве Дальнего Востока с дальнейшим отбором на первенство России, на спартакиаду школьников и на международный турнир «Победа». Как отмечают организаторы, самбо в этом возрасте очень популярно. Это заслуга и всероссийской образовательной программы «Самбо в школу», и более старших бойцов, с которыми тренируется подрастающая смена. Взрослые спортсмены, к слову, сегодня следят за боями в роли судейской коллегии. Например, Глеб Познахирко в этом году ездил на первенство России, где занял второе место и отобрался на первенство Европы. Вспоминая себя в таком возрасте, говорит, что показать хорошие результаты, как-то выделиться из толпы было нелегко. У меня в этом возрасте были травмы, то есть тренировки травмы, поэтому было всегда тяжело выходить, именно морально. Физически именно болели пальцы очень сильно, потому что соперники все были тяжелые, выше меня по весу, поэтому пальцы всегда болели, поэтому было неудобно. Сами же молодые парни и девушки почти в один голос заявляют – главное – выносливость. Выстоять несколько минут на ковре и при этом не сбавить темпа борьбы, дабы не ослабить хватку – задача непростая даже для взрослых мастеров спорта. Поэтому в ход у юных самбистов идет самая разнообразная физическая подготовка. Нужно все время по утрам бегать, чтобы выносливость была хорошая, потому что сама схватка длится три, а в финале будет даже четыре минуты. На самом деле, многие думают, что эти три минуты быстро проходят, но когда сам борешься, это очень долгое время. Иногда после тренировки в качалку ходим на рукоход, на канат. Ну и самому просто стоять четыре минуты достаточно трудно. Мне кажется, легче будет выиграть за ту же минуту. Меньше сил потратишь, если сделать те же два броска, чем будешь стоять четыре. Стоит отметить, что в этом году программа «Самба» во Владивостоке будет особенно насыщенной. Помимо традиционных календарных соревнований, в апреле этого года в кампусе ДВФУ пройдет этап Кубка мира «Мемориал Юрия Потапова». А уже осенью в городе впервые состоится первенство России среди молодежи. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на Восьмом.